Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Не переношу капризы своего ребёнка, дочке 6 лет, у неё такая привычка истерить, постарать одно и то же, что она хочет, как бы пытаясь меня заставить. Один раз покричит, я говорю нет, и она продолжает продавливать меня. И по-хорошему не слышит, пока не наорочишь или не шлёпнешь. Как перестать реагировать на её истерки? Такой вопрос у нас. Ну, смотрите, во-первых, ребёнок истерит не просто так. Ребёнок истерит в целях привлечения внимания. Закаждаем вопрос, почему ребёнку не хватает внимания? То есть это история про что? Это история про то, что ребёнок не может находиться сам собой, например. Это история про то, что ребёнок как-то вот, ну, плохо может быть переносит одиночество. То есть он не умеет сам себя занимать. Вот. То есть он как будто бы избалованный получается. Вот. Ну, возникает, соответственно, вопрос о том, как он, значит, ну, пришёл к тому, да, вот, чтобы быть избалованным. Потому что, ну, вряд ли, вряд ли что-то происходит просто, да. Это первое. Второе. Ну, то, что вы, то, что вы её слёпаете, это тоже своего рода, как бы, проявление, так сказать, внимания, да. То есть, как бы, ну, ребёнок вот таким образом получает внимание. То есть, нравится это, допустим, ну, вам или нет, да, вот, соответственно, шлёпая её, вы даёте, в общем и целом, ей то, что она хочет. То есть она хотела внимания, да, она его получила, вот, ну, как бы, хоть таким образом, что-то, опять же, да, можно говорить там сколько угодно, можно говорить о том, ну, хорошей ли она, например, выбирает способ или нет для того, чтобы получить внимание нового. Ну, вот, как может, да, как может, так его и получать. То есть, ну, ребёнок вряд ли будет как-то, там, задумываться на пример того, да, значит, ну, хорошо она делает или нет. Вот, поэтому в этом смысле здесь ситуация, на самом деле, такая, primary, она привычная, вот. Ну, привычная только в рамках, в рамках ситуации, да, то есть, её капризы, её модель, модель поведения, это, значит, следствие того, о чём я сказал только что. Дальше. Вы реагируете. Как-то. То есть, у вас, на самом деле, желание подавить. Вопрос. Куда это желание берётся? То есть, ну, раздражение. Допустим. Ну, допустим, да? Раздражение. Понятно, что, значит, раздражение это, ну, в данном случае, оно, как бы, кажется, ну, таким, вполне себе, ну, естественным, да, потому что, вот, ребенок кричит, да, соответственно, там, грубо говоря, громкий звук, там, да, это, вот, кажется, вполне логично. Но, как бы, получается, какая история, что, получается, история такая, что вам именно, что хочется, вам именно, что хочется, чтобы ребенок замолчил, то есть, вас раздражает то, что она, вот, настаивает о том, что хочет. И здесь, с учетом того, что реагируете вы, например, агрессией, да, с учетом того, что реагируете вы, например, там, ну, каким-то негативом, да, и сейчас, понятное дело, что речь идет не про то, вот, Должны ли вы так реагировать или нет, вот, а речь идет просто про то, что вы так реагируете, вот, а такая история здесь сейчас в том, что ребенок это наше отражение, ну, дети, дети, это наше отражение, и, соответственно, мы можем говорить здесь о том, что ребенок является отражением вашей неудовлетворенности, поэтому вопрос здесь нужно, на мой взгляд, задать себе, вот, задать себе и ответить, как бы, на вопрос о том, насколько я, вот, удовлетворена. То есть, ну, насколько, вот, я чувствую себя успешным, насколько я чувствую себя реализовавшимся, насколько я чувствую себя, ну, в гармонии с собой, да. Вот это, вот эта история, это важно, это очень важный момент. Соответственно, ну, есть ощущение, что ни в чем таком, да, вы себе, как бы, ну, все это не отдаете, вот. То есть, например, ну, не в том, как вы живете, да, нравится вам, ну, нравится ли вам, там, условно говоря, жить так, как вот вы, ну, как вы живете. Устраивает ли вас жить так, как вы живете, насколько вы счастливы вообще, какое значение для вас имеет ребенок, то есть, ну, вот, в принципе, вот, ну, свой смысл, вот, свой личный смысл, какой вы в него вкладываете, для вас ребенок это что. То есть, это вот, то, на что вам нужно, как, мне кажется, обратить свое внимание, вот. Чем быстрее, да, в данном случае, тем лучше, потому что, ну, совершенно очевидно, как бы, что ребенок плохо, да, совершенно очевидно, что ребенок, может, страдает, да, и совершенно очевидно, что, ну, ситуация движется, вот, в определенной степени, ну, к деструкции, вот. Чего, я думаю, ну, вряд ли вы хотите, да, как бы, я не думаю, что это вот то, чего вы хотите для своего ребенка, а вот. Кстати, а чего вы хотите для своего ребенка? Еще один, такой, довольно, довольно важный момент, чего вы хотите для своего ребенка, задумывались ли вы об этом, думали ли вы об этом, вот, чего вы хотите для ребенка, ну, вот. Думали ли вы об этом, как вы это, ну, реализовываете, как вы это демонстрируете ребенку, ребенку, что это ребенку, вот. То есть, вот это все очень важные моменты, и, в целом, вот, в своей семье, да, вот, ну, имеется в виду, вот, в вашей семье. В целом, как отношения, раз, ну, себя чувствовать, ну, в принципе, как, как они себя чувствуют, то есть, как муж, отношения с мужем, вот. Есть ли эти отношения с мужем, ну, у вас, ну, в смысле того, что, гармоничные ли они, да, устраивают ли они, ну, вас, например, например, и так далее. Вот, 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 вот. Такой, довольно важный момент. Если в семье есть какие-то проблемы, то, я имею ввиду, вас нужен, то ребенок может истерить, истерить. И, из-за этого, в том числе, в том числе. Вот. Потому что, ну, таким образом, ребенок, как бы, уходит в защиту. Он истерит, да, он притягивает внимание на себя. Соответственно, родители ругаться не будут. Ну, родители ругаться не будут. Вот. Все, как бы, тут, ну, просто. Ребенку от этого есть какая-то выгода. Вот. Важно понимать, что ребенку не особо нужно, чтобы что-то, именно, для нее делали. В смысле, не особо ребенку нужно, чтобы вы, именно, реализовывали. Вот. То, что, ну, то, что ей нужно. Да, именно, вот. Буквально, предметно. Дали ей то, что она хочет. Вот. Это ребенку не нужно. Вот. В этом возрасте. Фиксация на каких-то материальных историях достаточно низка. Вот. Материальные истории исключительно здесь выступают в роли суррогатого компенсатора, предметов. Вот. Это тоже очень важно учитывать, если мы хотим разобраться. Также, очень интересно выглядит момент, где вы говорите о том, как не реагировать там на юстерки. Вот. То есть, ну, что вы под этим понимаете? Вот. Что вы под этим понимаете? То есть, что вы понимаете под тем, чтобы, вот, не реагировать? То есть, не реагировать это как? То есть, ну, просто игнорировать? Игнорировать? Или себе подавлять, как, ну, какие-то ваши импульсы, грубо говоря? Вот. Опять же, тут, как бы, ну, не совсем понятно, что вы имеете в виду. Вот. Поэтому это тоже нужно обязательно прояснить. Вот. И если это прояснится, вот, то можно будет уже о чем-то говорить, да, и можно будет уже как-то давать вам какие-то рекомендации. Вот. Сейчас пока что эти, ну, эти рекомендации, да, на данный момент, ну, дать, наверное, невозможно, потому что мало информации очень. Вот. Это, на самом деле, тоже довольно интересный момент, который, довольно интересный момент, это потому что, а, кстати, заключается в чем? Кстати, заключается в том, что вы, вроде бы, описываете довольно серьезные вещи, вроде как. проблемы с ребенком, вот, а, ээээ, но, в то же время, в то же время, вы даете очень мало информации. об этом, об этом, что происходит, вот, это тоже возглавляет вопрос, то есть вы, грубо говоря, ну как, то есть вы считаете, что это не важно, вы считаете, что ситуация не заслуживает более, ну, так сказать, более развернутого описания, вот, опять же, вот этот момент, да, он не совсем понятен, вот здесь, и очень бы хотелось, чтобы вы постарались эту тему раскрыть, очень бы хотелось, чтобы вы постарались более внимательно к этому относитесь, раз мы здесь, как бы это обсуждаем, вот, обсуждаем, ну, грубо говоря, вопрос вашего ребенка, вот, да, это важно, это очень важно, понимаете, какая штука, поэтому тут надо разбираться, планомерно, вот, не торопясь разбираться, ну, необходимо, вот, сейчас, ну, это больше, знаете, как, вот, на данный момент, по крайней мере, это больше выглядит, знаете, как, такая заготовка для психотерапии, вот, то есть вы просто хотите, да, не реагировать на то, что вам, вроде как, мешает, вот, ну, вы же понимаете сами, что, ну, чтобы не реагировать, вот, да, можно просто отвлекаться, вот, то есть ну берете, вот, просто отвлекаетесь и всё, проблем нет, ну, наверное, 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 это так не работает, наверное, да, наверное, это так не работает, ну, вот, скорее всего, то есть, наверное, не получается просто взять и отлично, наверное, не получается, поэтому это вот вопрос как раз больше про историю вашей жизни, ну, на мой взгляд, это тоже. И это вопрос, а то, да, вот, как-то, хотите ли вы с этим разбирать, такая вот история. Из вашего текста также не совсем ясно, ну, вот, вы, когда говорите, как не реагировать, да, вы вот в этом смысле что имеете в виду? То есть, это вы, как бы, ну, ребёнка считаете, ну, виноватым в том, что происходит, да, то есть она какая-то не такая, или вы допускаете, что вы, что вы что-то не так делаете. Вот. Это вот такой тоже очень важный, на мой взгляд, момент, потому что, ну, на это, от этого зависит, по сути дела, направление терапии, по большому счёту. Вот. Понимаете, да, то есть здесь дело не в том, как бы, кто, кто виноват. То есть, ну, виноватых, на мой взгляд, искать не нужно. Вот. Вот. А именно момент, момент, именно, именно момент, про то, как бы, всем вы для себя сами видите, ну, проблемы. понимаете, да? Какая штука. Поэтому на это я думаю вам очень-очень желательно обратить свое внимание. Ну, как минимум. И дальше уже, исходя из информации, которую вы предоставите, можно будет, ну, о чем поговорить. Можно будет что-то вам рекомендовать. Как-то вот так я бы сказал сейчас, опираясь на то, что вы не читали. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать с собой работу, да? Позволит вам сформулировать базовые, значит, постулаты для психотерапии, вот. Позволит вам эксперименовать основные моменты, которые вам откликнулись в моем ответе, вот. Чтобы начать работу. Ну, может быть даже не со мной, но просто вот чтобы начать работу. Вы большая молодец, что об этом заговорили. Вы большая молодец, что начали это обсуждать, да? Вы большая молодец, что подняли эту тему, потому что тематика, ну, действительно, такая довольно, довольно серьезная, важная, вот. Потому что это дети, ну, довольно, довольно легко ребенка, ребенка травмировать, вот. Особенный, особенно если, ну, если мы так, ну, не очень, да, осознанно к этому вопросу подходим, вот. Довольно легко это сделать. Поэтому я думаю, вы молодец, что вот решили об этом заговорить. Ну, пока не очень понятно, в какую сторону вы хотели бы двигаться здесь, вот. Ну, в какую сторону, да, и в каком направлении вы хотели бы двигаться здесь, вот. Я думаю, подумайте, пожалуйста, подумайте, посмотрите, решите для себя, в какую сторону вы хотите двигаться, вот. Выбирайте себе психолога и начинайте психотерапию. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Поехали. 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 Продолжение следует...